Когда недавно начали появляться слухи о том, что Xbox сменит стратегию и начнет сливать свои эксклюзивы на плойку, сначала мало кто на это обращал внимания, это воспринималось как утка. Но после того, как за рубежом и в целом в сети это начали обсуждать более активно, многие стали это воспринимать уже как факт и реально начали отказываться от данной консоли. Чтобы вы понимали, пока все еще не ясно окажется, это все-таки правда или неправда, а если все-таки правда, то насколько, поскольку теории, которых сейчас гуляет по сети, ну такое огромное количество, что какая-то часть реально может оказаться правдой. Самое основное, что может произойти, это слив эксклюзивов. Да, для многих это реально важно, поскольку это один из факторов выбора, кто-то любит больше Человека-паука, а кто-то хочет глянуть на Индиана Джонса. И, соответственно, если и то, и другое будет на одной консоли, то, скорее всего, игрок выберет ту платформу, на которой есть абсолютно все. Самое страшное в этой ситуации, что со временем консоль будет еще больше не востребована, на нее положат болт разрабы, и в итоге сами майки, как это уже было с их продуктом, под названием Nokia Lumia, просто прекратят ее поддержку. Кстати, очень классный телефон был, блин, я по нему, если честно, скучаю. Этот пример, на самом деле, один из самых показательных, что Microsoft может в один челчок просто переиграть абсолютно все. Надеемся, что, конечно, такого не произойдет, но в этот раз речь пойдет не о самом сливе, а о продаже устройств самими игроками. Если сейчас залезть на площадки с объявлениями, где в целом все это продается, то можно обнаружить просто огромнейшие и, самое главное, свежих объявлений по продаже этих самых Xbox. Первая мысль, которая меня посетила, ну все. Пацаны, скорее всего, увидели все эти новости, и из-за этого начали паниковать и начали сливать свои коробки, потому что, ну, объявления реально свежие. Дабы это подтвердить и записать про это ролик, я сделал выборку из 50 человек, у которых напрямую поинтересовался, почему они продают. Ну, конечно, если вдруг у них не было указанного это в комментариях. Я прекрасно понимаю, что в целом они могли мне ответить не по существу или вообще не ответить, но так или иначе у меня есть очень интересная статистика на этот счет. Я писал разным людям из разных городов, с разными консолями, ценными предложениями. У меня был простой вопрос. Почему продаешь? В общем, ответы были такие. Привет, что за слив эксклюзивов? И для чего тебе ответ причины продажи не понимаю? Я, когда покупал его, не спрашивал у магазина, зачем они продают его. Вы хотели купить или просто так интересуетесь? Причем тут какие-то сливы и слухи. Консоль сама по себе просто огонь. Мне срочно деньги нужны для стройки. А то, что маки будут выпускать свои игры на плейку пятую и другие платформы, ну и что? На ней также можно играть, смотреть кино, ютуб и так далее. Игры-то никто не отбирает. Такая глупая всеобщая школьная истерия, поменьше слушай других и сам думай, и принимай решение. Приветствую, слухи слышал, но думаю необоснованно. Даже если потом и будет так, то Xbox выше плойки, владел тем и тем. Продаю, так как подписка закончилась, времени нет играть из-за работы, стоит пылиться. Привет, продаю, так как много работы и нет времени на приставку, за новостями касательно платформы не особо слежу. Привет, купил ПК, мне пользуются уже месяца два, поэтому и выставил. Ха-ха, не слышал такой слух, продаю, потому что не играю. Банальный ответ, хватает компьютера. Продаем и куплю видеокарточку для ПК помощнее. От сливов и эксклюзивов в консоль уже не станет, мне плевать, хочу до серии СХ обновиться. Привет, на этот вопрос есть ответ в объявлении. Ее купили, чуток поиграли, быстро надоело и теперь стоит без дела. Так что этот слух не про этот случай, продает так как не нужна. Привет, некогда ей заниматься, про слухи эти даже и не слышал. Взял, думал, будет время. Нифига. Привет, не играю в него и не разбирайся в этих сливах. Подписку на год взял, поиграл и надоело. Вот так вот. Времени много занимает все эти игры, аж работать некогда. Привет, просто деньги нужны. Здравствуйте, занимаюсь продажей консолей. Привет, я выложил до слухов и тем более я к этому отношусь очень положительно. Считаю, что игры должны охватывать как можно большую аудиторию, вне зависимости от платформы. А так я хочу в трон энд либерти уйти на корею, ком взять. Что-то у меня большие сомнения, что она на боксе выйдет в ближайший год, а так ждал ее на боксе. Здравствуйте, а мне не нужны игры, они отвлекают от жизни. Просто наигрался. Привет, тупо времени нет играть, раз в неделю получается. Насчет слива эксклюзивов лично мне вообще пофиг, мне не жалко. У меня всегда оплойки были, а тут решил бокс купить. Мое мнение, что в нынешних условиях бокс прикольнее. Там с подпиской можно вообще не вылезать, игр очень много и дешево. Привет, хочу купить компьютер игровой. Привет, сам не играю, ребенку не зашло. Приветствую. Каких сливов? Другую хочу взять, это решил продать. Брали на подарок? Неактуально. Взял серия с Икс. Привет, ребенок на компе играет, приставка без дела лежит. Привет, взял попробовать, но как-то больше пока нравится все-таки. Нет времени играть, ребенок появился. Здравствуйте, продаю, потому что собираю ПК. Привет, купил сим-тек, иксбокс больше не нужен. Привет, продаю, потому что зарабатываю на этом. И тут, несмотря на новости, получается забавно, что ни один из 50 человек не сказал об этом и даже как-то не упомянул. Мол, да, но вот фигово, поэтому я и продаю и так далее. То есть какой-то даже нужды в конкретных играх просто не было. Я понимаю, что 50 человек это вообще малая статистика для всего этого, но это все равно результат. Запомнились ответы, которые были часто это Она мне просто не нужна, нужные деньги, ссори, но ПК лучше. Вот это были прям самые часто ответы. Кстати, те, кто продавали, были даже и женщины, не всегда мужчины. Также были ответы а-ля Чувак, я хочу Икс-версию. И опять же, что меня удивило, никто, абсолютно никто про эксклюзивы не сказал. И на самом деле, при нынешней ситуации, это очень здравая позиция, и мне крайне понравился ответ одного чела. Типа, у нас все равно игры не забирают. Консоль рабочая, что париться. И вся эта вот статистика меня навлекла на мысль, что те, кто покупает Xbox, вероятнее всего, покупают его по совершенно другой причине. Не из-за игр, не из-за чего-то, а, наверное, потому что он стоит дешевле или из-за чего-то еще. Конечно, я этого не узнавал, но это мое предположение, которое, скорее всего, окажется правдой. Потому что, если человек имеет Xbox и не знает, что такое эксклюзивы, и не знает все вот эти новости, значит, он играет не так часто, он играет редко, и, соответственно, во всей вот этой движухе, в которой состоим мы, а именно игровой, да, там смотрим YouTube, и, не знаю, все это обсуждаем, он просто не состоит. Просто складывается ощущение, что многие это просто работяги, которые купили консоль, дабы просто иногда поигрывать. Но здесь она стала не нужна, вот и все. И мне почему-то кажется, что если такой вопрос спросить, вот именно про эксклюзивы, например, у владателей PlayStation 5, то, вероятнее всего, там больше людей скажут, что это такое, для чего, почему и тому подобное. По факту, да, даже после того, как если это все подтвердится, мы, как минимум, все равно можем посидеть на консолях Xbox, поиграть во все, что хотелось, и если Xbox когда-то сдохнет, это будет точно не сразу. Да и тем более, как бы Фил и команда говорили, что такого в целом пока не планируется вообще. А пока на сегодняшний день Xbox это все еще просто дешевый способ играть в игры, заузали себе подписочку, которую, кстати, можете купить у ребят из X Games, накупили игры с Аргентины, играйте и кайфуйте. Будет на плойке больше игр и выйдут эксклюзивы, ну тогда в следующем поколении и перейдем на плойку. Будет одна консоль, на которой будет абсолютно все. Ну а пока существует Xbox, дальше будет видно. Пока просто играйте и кайфуйте. На самом деле, вся эта статистика мне довольно-таки реально интересной показалась, потому что вроде, казалось бы, у вас одна стопроцентная причина, но если на это посмотреть с другой стороны и уточнить, почему там продает тот или иной человек, то оказывается, что причины совершенно разные. Кто-то хочет собрать себе БК, кому-то Xbox перестал нужно и так далее. На самом деле, кстати, задумайтесь. Те, кто хотели приобрести Xbox, это очень хороший шанс урвать Xbox по очень хорошей цене. Самая главная ошибка на ДНС, проверьте. Поэтому в этот раз, я считаю, получилась довольно интересная ситуация, которая, с первого взгляда, казалось бы, имеет одну причину, а по факту совершенно другую, если ты начинаешь уточнять. И, как я не раз говорил, всегда нужно проверять, ибо у медали всегда две стороны. В общем, как-то так. На этом в целом все. Большое спасибо за просмотр. Надеемся, что подробности данных слухов мы уже уточним очень скоро. Как раз-таки это все будет на этой неделе. Если видос понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение на этот счет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok